Все аэропорты и взлетно-посадочные площадки Ненинского автономного округа продолжат работу в штатном режиме. Постановление правительства, которое премьер России подписал 24 мая в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, всего лишь упорядочивает статус взлетно-посадочных площадок в сельских населенных пунктах Ненинского автономного округа. Информация, которая прошла в соцсетях о том, что якобы будет нарушено или запрещено авиасообщение наших населенных пунктов, находящихся на сельской территории, это неверная информация. Они как работали, так и будут работать. В настоящее время то постановление просто приводит в порядок федеральные нормативы. У нас в настоящее время работают в населенных пунктах взлетно-посадочные полосы в том же штатном режиме и три наших аэродрома. Это, еще раз напомню, Нарьенмар, Варанде и Амдерма работают тоже в штатном режиме. А теперь к истории вопроса. Почему аэродромы в сельских населенных пунктах потеряли свой статус аэродромов? Дело в том, что в советские времена вот эти сельские аэродромы – это были аэродромы класса Е. Эти аэродромы в сельских населенных пунктах Ненинского автономного округа еще пять лет назад получили статус взлетно-посадочных площадок. Почему это было сделано? Потому что есть федеральные авиационные правила, у которых разные требования к аэродромам, площадкам. Площадкам, кстати, и сейчас нет этих требований. Но к аэродромам требования очень жесткие федеральные авиационные правила. Это необходимость там ограждений, служб безопасности и так далее, и так далее, и так далее, что за собой ведет очень существенное финансирование. Поэтому с точки зрения экономики эти вопросы, предложение такое поступило, и эти все аэродромы были практически, вот, основная часть переведены в взлетно-посадочные площадки. Но сделано это было решением территориального управления гражданской авиации Архангельского управления решения, что в принципе неправильно. В соответствии с воздушным кодексом эти решения должны приниматься не ниже уровня правительства. Поэтому было приведено в соответствии с федеральным законодательством вот эти все площадки. Аэродромы уже не существующие, они были формально переведены в площадки. Если бы этот пробел не устранили на федеральном уровне, то все взлетно-посадочные площадки в селах, которые, по сути, аэродромами не являются, пришлось бы обустроить по аналогии с аэропортом Наринмара. На сегодня правительство уже понимает, что это невыполнимо, и кто-то должен за это платить. Авиакомпания может это сделать только через стоимость билета. А расходы там просто неподъемные ни для кого. Ни один бюджет субъекта не потянет их, не потянет их авиакомпания. А в итоге это все равно должен будут платить пассажиры. Это в разы вырастет цена билетов. Поэтому сегодня, понимая, что это невыполнимо, я думаю, проще отменить эти завышенные требования, так как нам достаточно того, что наш представитель аэропорта есть на площадке, который утром осматривает ее на наличие посторонних предметов, посторонних людей, животных и так далее. Он дает техническую угодность, он дает погоду, он осуществляет досмотр пассажиров, взвешивание их багажа и оформление билетов. Этого вполне достаточно для любого населенного пункта в нашем округе, куда летает один-два раза в неделю воздушное судно Ан-2 или Ми-8. Мы как летали, так и будем летать на посадочные площадки Коткина, Индига, Шойна, Пеша и так далее. Нам осталось лишь пожелать счастливого полета всем сельским жителям. Наталья Дуркина, Ольга Русул, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.